2020-е. Важный для экономики региона год. Предлагаю обсудить ход реализации инвестиционных проектов, которые в шаге от запуска. Но обо всем по порядку. Добруш. Начнем с этого населенного пункта, в котором после визита президента стало понятно, что в 2020 году будет дан старт запуску долгожданного производства на Добрушской бумажной фабрике. Все верно? Да, все действительно так. Глава государства, посетив данный объект, было ему, в первых, доложено о готовности, которая достаточно высока, составляет 90%. Остались вопросы завершения пусконаладочных работ того оборудования, которое установлено на данном производстве. И некоторые общестроительные проектные работы, их завершение. Частично работы будут выполнены собственными силами, отчасти с привлечением зарубежных специалистов. Действительно так. Предложено было использовать опыт производителей того оборудования европейского, которое установлено на данном производстве. Ввиду того опыта и тех умений, которые есть, и гарантированного качества настройки этого оборудования для дальнейшего эффективной работы. В 2020 заводу быть. В чем уникальность производства и почему оно и району, и региону, и нашей экономике было необходимо уже вчера? Данный картон будет использоваться в производстве упаковки Тетрапак, фармацевтической, косметической и полиграфической промышленности для упаковки. То есть это импортозамещение. С одной стороны, говоря про спрос у наших предприятий, но это планы на экспорт достаточно большие. Предприятие будет и продукция уникальная для Республики Беларусь. И в планах данного производства 80% от производимой продукции поставляют на экспорт. 20% пока закрывают потребности внутреннего рынка. Объемы выручки, планируемые от реализации данной продукции, в год составят порядка 240-250 миллионов долларов США. И если говорить про необходимость производства для самого населенного пункта, то речь и о новых рабочих местах, и о зарплате совершенно другого уровня? Да, конечно. На предприятии планируется работа 700 человек. Как президент отметил, что и попутно организовать на площадях фабрики Героя Труда производства упаковочной продукции уже из этого сырья, на которое картона будет выпускаться новым производством. То есть это еще будут какие-то некие дополнительные рабочие места. То есть, ну, скажем, плюсы они есть. И еще один инвестпроект с не самой легкой судьбой, говоря про запуск производства. Я сейчас о Светлогорском целлюлозно-кордонном комбинате. А как эксперты оценивают ситуацию на предприятии сейчас? В январе завершены, получены все разрешения надзорных органов. Принят акт, подписан акт введения в эксплуатацию данного предприятия. Вот предприятие уже, в принципе, начиная с 2019 года, работает в режиме пусконаладочных работ. Вот, то есть выпускается продукция, которая, в принципе, реализовывается на внутренний и на внешний рынок. Следует отметить, что данная продукция является также экспортоориентированной, то есть 80% реализуется на экспорт. Ну и достаточно высокорентабельная продукция, пользующаяся спросом. Еще о внутренних инвестициях и еще один пример в тему – Петриковский горнообогатительный комбинат. Как понимаю, в 2020-м и он даст первую продукцию? Да, все верно. Проект находится на завершающей стадии своей реализации. За три года, начиная с текущего года, планируется выйти на запланированные мощности. Это производство полутора миллиона тонн хлоркалия в год. Все мы уже, в принципе, знакомы с этой продукцией на основе работы белорусской калии в Минской области. Теперь такое достаточно мощное производство не только для Петриковской или Гомельской области, для Республики Беларусь производство будет расположено у нас в регионе. На данном производстве планируется задействовать порядка 2000 человек. Вот, соответственно, если это умножить на их семьи, то это достаточно значительная цифра для Петриковского района. То есть помимо второго по увеличению месторождения калийной соли в Беларуси, регион получит еще и серьезный экономический рост. Я и про Петриков, и про ближайшие районы. Да, все верно. Мы планируем регион, что будет определенный экономический импульс в развитии предприятий, как действующих, так и создания новых в Петриковском районе, которые будут работать по субконтракту, аутсорсинге, обслуживанию данного комбината. Соответственно, это развитие сферы услуг на этой территории. Ну и, в принципе, если пять лет назад и сегодня посмотреть на Петриков, то это совершенно другой город. Конечно, я думаю, что преобразование будет, скажем так, громко-негромко значительное, поскольку предприятия и производства немаленькие. Андрей Петрович, спасибо за это интервью. Успехов в делах и до встречи в эфире. Спасибо.